Программы Какие-нибудь потоки сообщений И программа состоит в том, что вот эти потоки взаимодействуют каким-то образом Ну и вот выполняются определенные действия Или там это какие-то потоки сигналов Мы рассмотрим очень простой пример, где потоки – это просто потоки чисел И вообще программка, конечно, будет очень простая Но сам принцип довольно интересный Я буду представлять поток графически В виде такой вот стрелочки Вот эта стрелочка представляет собой последовательность чего-нибудь Когда я рисую вот такой квадратик, то это взаимодействие потоков То есть в данном случае есть вот три входящих потока Взаимодействие состоит в том, что берутся первые три элемента из потока Обрабатываются, получается какой-то результат Ну и этот результат отправляется в один или два какие-то выходные потока Потом берутся следующие элементы из входных потоков Тоже обрабатываются И тоже результат выдается в выходной поток В результате из выходных потоков образуются выходные потоки В результате такой вот обработки Надо сказать, что вот эта модель вычислений довольно хорошо подходит Именно для функционального программирования Потому что в этой модели ничего не говорится о последовательности вычислений Говорится только о том, что вот если у меня есть какие-то входные последовательности То когда-нибудь они будут обработаны И в результате будут выданы выходные последовательности Причем таких вот узлов может быть много Потому что одни потоки порождают другие потоки Те, соответственно, могут взаимодействовать как-то еще с какими-то потоками И в какой момент все это происходит, непонятно Но и не важно В функциональном программировании это совершенно не важно Важно описать само вот это взаимодействие А дальше уже само собой будет все происходить по модели ленивых вычислений То есть когда понадобится очередной выходной элемент Вот тогда он и будет получен А как и когда, из чего он будет, ну то есть из чего будет получен Вот как раз программа определяет А когда будет получен, на самом деле совершенно не важно Так что вот с ленивыми вычислениями И вообще с принципом функционального программирования В котором не важно, когда вычисляется, важно что вычисляется Вот такая модель очень хорошо согласуется Очень простой пример Построим программу для вычисления чисел Фибоначчи На базе вот этих вот потоков Для этого я буду считать, что мои числа Фибоначчи Это поток чисел Такая последовательность Фибоначчи 1, 1, 2, 3, 5 и так далее Заметим, что Если добавить в начало потока 0 Вот эта операция треугольник Это не взаимодействие потоков А взаимодействие одного элемента с потоком Она просто добавляет этот элемент в начало потока Так вот если добавить начало потока 0 А потом образовать почленное сложение потоков Самого Фибоначчи и вот этого с добавленным 0 То мы получим снова почти последовательность Фибоначчи Без первого члена Ну понятно, потому что числа Фибоначчи Они вот так и образуются Что если сдвинуть одну последовательность на один элемент А потом все сложить Мы как раз и получим последовательность Фибоначчи Значит теперь если к этой последовательности добавить единичку Мы снова получим последовательность Фибоначчи В результате мы можем, ну вот то, что называется, завязать узлы, то есть все вот эти узлы, на самом деле здесь два, сейчас добавится еще третий с добавлением единички, завязать в единую программу. Получающаяся последовательность Фибоначчи, это та самая последовательность, которую можно направить и сюда, и сюда. Поскольку все узлы завязаны, и у нас никаких тут хвостов нету, это означает, что мы на самом деле получили готовую программу. Для того, чтобы написать ее на языке программирования, нужно просто описать все узлы и указать, какой из потоков мы считаем результатом, выходным потоком. Ну в данном случае вот результат, выходной поток, это поток Фиб, тот, который помечен Фиб. Вот если взять этот поток, вот эту схему, и описать все узлы, то мы получим вот такую программу. Каждая строчка в ней, это описание одного узла с входными и выходными потоками. Первая строчка описывает вот тот первый треугольник. Фиб 0, это поток, который получен добавлением 0 к потоку Фиб. Вторая строчка, ZipWiz, описывает работу вот того плюса, почленное сложение. Почленное сложение как раз и описывается функцией ZipWiz плюс. Ну и, наконец, третья строчка описывает вот тот последний узел. Это нормальная работающая программа. То есть, если теперь написать, ну, например, что вот я хочу взять первые 25 элементов из потока Фиб, я получу действительно числа Фибоначчи. Как работает эта программа? Ну, если начать разбирать, как она работает последовательно, то вот, если я хочу получить первый элемент последовательности Фиб, то вот он. Если я хочу получить второй элемент, то мне нужно взять первый элемент Фиб 1. Чтобы получить первый элемент Фиб 1, мне нужно сложить первый элемент Фиб с первым элементом Фиб 0. Первый элемент Фиб – это единица. Первый элемент Фиб 0 – это 0. При сложении получается единица. Значит, второй член этой последовательности, он же первый член последовательности ФИБ-1, это единица. Если мы хотим получить третий элемент, ну и так далее. То есть все элементы рано или поздно будут получены. Конечно, такую программу мы, наверное, могли бы написать и не рисуя никаких потоков. Может быть, даже и проще было бы ее написать, не используя никаких потоков. Но иногда очень удобно именно с самого начала представлять себе, что программа есть программа, которая образована взаимодействующими потоками. И тогда бывает удобнее сначала нарисовать программу, а потом уже описывать вот эти все узлы. Ну, это так вот, между прочим. На самом деле, я ничего больше про язык, ну почти ничего, про классы еще расскажу. А так больше ничего, по большому счету, про язык рассказывать не буду. Там есть еще всякие достаточно сложные вещи, в частности, те вещи, которые вставлены искусственно в функциональный язык программирования, но которые не являются по существу функциональными. Это вот монады. Я про них говорить ничего не буду. Потому что, ну, я на самом деле не язык хочу изучать, а вот именно функциональное программирование как таковое. Я готов показать несколько более сложных примеров. Очередные ваши два домашних задания будут написать уже, ну, чуть более сложные функции. Вот сегодняшнее домашнее задание еще пока сравнительно простое, хотя и использует бесконечные структуры данных. Следующее домашнее задание, я его тоже в ближайшее время выложу. Вы его уже можете начинать решать, потому что никаких новых средств я больше рассказывать не буду. И поэтому очередные домашние задания вы, в принципе, можете уже делать. Ничего там такого нету, чего бы вы не знали к этому моменту. Так вот примеры. Первый пример вот какой. Я хочу описать программу, с помощью которой можно легко строить анализаторы регулярных выражений. Сразу оговорюсь, что это будет не слишком эффективная программа, но довольно короткая и любопытная. Пример вот какой. Вот здесь описан язык, на самом деле, с помощью регулярных выражений. Язык, ну, такой вот, что такое слог английского языка. Для этого определяются понятия гласная, ну, вот здесь их всего две, а и о. Определяется понятие согласная, их тут всего четыре. Дальше говорится, что буква – это либо гласная, либо согласная. Дальше говорится, что открытый слог – это либо согласная, за который следует гласная, либо согласная, за который следует две гласные. Это вот типичные регулярные выражения. Ну, дальше закрытый слог – это открытый слог, за которым следует согласное. Ну и, наконец, просто слог, силабл – это либо открытый, либо закрытый слог. Такая вот очень простая грамматика. Такие вот простые регулярные выражения. Я хочу на самом деле определить анализатор, с помощью которого можно было бы определить, принадлежит ли заданное слово этой грамматики, описывая грамматику скорее, чем анализатор. То есть я хочу сначала определить, что язык – это на самом деле анализатор. Язык – это функция, которая выдает истинностное значение, истинный или ложь, по заданной строке. Так что, по существу, если определён язык, то я этому языку могу предъявить строчку, а он мне сообщает, принадлежит ли эта строчка языку или не принадлежит. Ну, на самом деле, это характеристическая функция множества слов языка. Я хочу, чтобы можно было описывать языки в точности так же, как я описывал соответствующие грамматики. Действительно, syllable – это, ну, в каком-то смысле язык. И я хочу сказать, что это язык, который строится из двух других языков – open и closed – применением специальной операции alt – альтернации. Ну, то есть, вот, следовать за описанием грамматики. Давайте посмотрим, как мне это удастся сделать. На самом деле, не очень сложно. Ну, вот, если я действительно это всё реализую, то тогда можно будет проверять, что, например, слово cool является слогом английского языка, просто предъявив это слово вот этой функции syllable. Ну, посмотрим. Мне нужно реализовать вот такие три операции. Операция символ. По одному символу строит односимвольный язык. Точнее говоря, язык, который содержит одно единственное слово, слово, состоящее из одной единственной буквы. Это, так сказать, базовое регулярное выражение. Дальше две операции – альтернации и катенации, которые по двум языкам строят новый язык. Что касается операции символ, то она очень простая. Если я хочу по символу С построить язык, то слово word принадлежит этому языку, если word совпадает со словом, состоящим из одной единственной буквы С. Смотрите, я здесь использовал каринг. Так, символ – это функция, которая получает символ и выдает язык. Но описываю я ее так, что язык – это функция, которая по строке выдает логическое значение. И поэтому я описываю функцию символ так, как будто бы это функция двух аргументов – символа и строки, выдающая логическое. И описываю я ее так, что вот у меня есть символ С и некоторое слово word. Ну и я вот говорю, что слово word принадлежит языку, если оно совпадает с вот этим словом, состоящим только из С. Но это совсем просто. На самом деле альтернация – это тоже очень простая операция. Альтернация – это просто объединение языков. Когда мы с вами говорили о функциональном представлении множеств, то мы на самом деле такую операцию уже представляли. Это просто операция объединения множеств. И описывается она в точности так же. Если у меня есть два языка – ланг-1 и ланг-2, то чтобы построить альтернацию из этих двух языков, нужно образовать новый язык, и слово word будет принадлежать этому новому языку, если word принадлежит ланг-1 или word принадлежит ланг-2. Опять я использовал curing, и это очень простая функция. Надеюсь, что всем понятно, как она работает. Вот с катенацией немножко сложнее. К сожалению, катенация – это не пересечение языков, это именно соединение языков, катенация языков. То есть, когда мы соединяем два языка, это означает, что мы строим всевозможные соединения слов, принадлежащих этим языкам. Другими словами, язык, который получен катенацией двух языков ланг-1 и ланг-2, это язык, который содержит такие слова, которые можно разбить на два подслова. Причем первое слово будет принадлежать ланг-1, а второе подслово будет принадлежать языку ланг-2. Нужно понять, как можно разбить слово. Я буду писать рекурсивную функцию, которая будет пытаться строить всевозможные разбиения слова на части. И каждый раз, произведя такое разбиение, предлагать первое подслово первому языку, второе подслово второму языку. Первое уравнение. Если исходное слово пустое, то разбить его на два подслова можно одним единственным способом, на два пустых же подслова. Поэтому пустое слово принадлежит вот этой катенации, только если пустое слово принадлежит языку ланг-1 и пустое слово принадлежит языку ланг-2. Никаких других вариантов разбиения нет. Если слово не пустое, то опять существуют два принципиально разных варианта разбивки. Один вариант – разбить его на пустое слово и само слово W. Второй вариант – отщепить одну букву А1, а остаток снова разбить каким-то образом рекурсивно, на два подслова альфа и бета. И тогда исходное слово W разбивается на два подслова следующим образом. Одно подслово А1 альфа и другое подслово бета. Вот это второе разбиение на альфа и бета будет осуществляться рекурсивным, рекурсией. Отсюда опять уравнение, которое вот эти два способа и два способа разбиения и представляет. Первый способ разбиения. Слово Word принадлежит, не пустое слово Word, принадлежит к катенации двух языков, либо если пустое слово принадлежит ЛАНГ-1 и само слово Word принадлежит ЛАНГ-2, это первый вариант разбиения, либо, второй вариант разбиения, строим язык ЛАНГ-1-1, вспомогательный язык для рекурсии. это тот язык, который будет содержать вот эти слова альфа. И рекурсивно соединяем этот новый язык с языком ЛАНГ-2 для того, чтобы образовать разбиение вот этого хвоста на два подслова альфа и бета. Так вот, мы теперь хвост С пытаемся разбить на два подслова альфа и бета, то есть мы говорим, что С должно принадлежать вот такой катенации языков, где язык ЛАНГ-1-1 это такой язык, которому принадлежат слова W, в том случае, если языку ЛАНГ-1, исходному, принадлежат слова Х, двоеточие W, где Х – вот это первая буква. Х – это вот эта первая буква А1. Значит, я говорю, что вот этот новый язык ЛАНГ-1-1 содержит такие слова альфа, что исходный язык ЛАНГ-1 содержал слова А1 альфа. Вот это здесь и написано. Ну вот, а когда я определил вот этот язык ЛАНГ-1-1, теперь я рекурсивно могу его использовать. Вот это рекурсивный вызов операции кат. Ну, как видите, здесь очень сложная рекурсия. Здесь вот эта операция кат определяется через себя рекурсивно, но дело в том, что объекты, с которыми она работает, это функции. Оказывается, даже в этом случае можно писать рекурсивные процедуры. Обычно мы передаем в рекурсивную функцию какой-то сложный объект, и этот объект делим на какие-то части, и рекурсивно применяем функцию к части объекта. А здесь у нас исходные объекты функции, и мы применяем рекурсию для того, чтобы построить, ну, в каком-то смысле более простую функцию. Функцию, которая обрабатывает более простые объекты. Вот, это сложная программа. Ну, она работает. Правда, конечно, вот такой прямой перебор – это все-таки не самый эффективный способ разбора регулярных выражений, как вы, наверное, хорошо знаете. Ну, тем не менее. Пока что у меня довольно слабенькие регулярные выражения, содержат только операции альтернации и катенации. Вообще-то, регулярные выражения содержат еще и итерацию, повторение. На самом деле, я могу расширить вот этот свой инструментарий, добавив еще и операцию итерации, ну, или там какие-нибудь еще расширение регулярных выражений. На самом деле, это все уже не так сложно, как вот операция катенации. Ну, во-первых, я введу две операции, такие, плюс в угловых скобках и минус в угловых скобках, для того, чтобы можно было в язык добавить слово или из языка убрать слово. Ничего нового здесь нету, они работают в точности как операции с множествами, которые мы уже на самом деле рассматривали. Добавление элементов множества или удаление элемента из множества. Тут даже комментировать нечего. Операция итерации. Ну, опять, вся сложность только в том, что вот бывают такие пустые слова. нужно не пытаться для итерации отщеплять все время от слова какое-то пустое подслово и бесконечно его проверять. Потому что, в конце концов, от слова можно, в слое можно найти бесконечную последовательность пустых подслов. Вот тут нужно не зациклиться. Это единственная проблема. Поэтому отдельно в операции итерации обрабатывается случай, что пустое слово всегда принадлежит вот языку образованного итерации другого. Ну, потому что итерация включает в себя пустое слово. А дальше мне нужно разбиение все делать только на непустые слова. И я это сделаю, просто убрав из исходного языка пустое слово, если оно там было. Тогда вот все проверки будут работать нормально. И тогда уже дальше вот итерация языка ланг получается таким вот образом. Слово w принадлежит итерации языка ланг, если либо оно принадлежит языку исходному, ну, не совсем исходному. Ланг 1 – это язык исходный, из которого удалено пустое слово. Так вот, непустое слово w принадлежит языку, если оно принадлежит исходному языку ланг, или если оно принадлежит языку, опять же, тут вот рекурсия. Я применяю снова итерацию к тому же самому языку и делаю катенацию результата с языком ланг 1. Катенация будет работать просто. она вот это слово w будет разбивать на части и проверять, первая часть принадлежит языку ланг 1 или нет. Язык ланг 1 уже не содержит пустого слова. Поэтому вот отщепление пустого слова тут никогда ничего, никакого результата хорошего не даст. так что я всегда буду отщеплять какой-то не пустой на самом деле кусочек, а остаток буду снова рекурсивно передавать итерации. Ну вот таким образом вот строится итерация регулярного выражения. Ну, еще в регулярных выражениях встречаются вот такие вещи, когда регулярные выражения заключаются в квадратные скобки, и это означает либо есть эта часть, либо ее нет совсем. На самом деле это просто объединение с пустым словом, больше ничего. Я просто добавляю в язык пустое слово на это место. Так что вот эта операция заключения в квадратные скобки это просто добавление к языку пустого слова. Ну вот используя этот инструментарий я могу уже описывать достаточно сложные регулярные выражения. Например, вот такие. Цифра это символ 0 или символ 1 или символ 2 ну и так далее или символ 9. Число без знака это по крайней мере одна цифра и дальше итерация цифр возможно пустая. Целое число это возможный знак плюс или знак минус за которым следует число без знака ну классический способ описания регулярных выражений. Ну и наконец число это число возможно со знаком за которым возможно следует точка и беззнаковая беззнаковая целая которая на самом деле изображает дробную часть и затем возможно символ Е и еще одно целое. это грамматика изображения вещественных чисел. Эту грамматику можно использовать хотя еще раз повторюсь что существуют гораздо более эффективные способы анализа. Эта программа работает не быстро. да? А я здесь вообще не говорю о том что это за число меня интересует только удовлетворяет ли оно грамматики некоторой. и ноль и ноль и ноль и ноль удовлетворяют грамматики ну и слава богу. Как последовательности цифр они конечно разные. И они будут по-разному анализироваться по-разному разбираться но они всяко должны по-разному анализироваться. А что за число получится меня здесь не интересует. По-моему у меня есть эта программка ну да вот она где все вот эти функции описаны и есть в конце некоторый тест который проверяет является ли числом последовательности символов 3.14 является ли числом вот такая длинная последовательность ну и так далее. На самом деле конечно длинные последовательности обрабатываются довольно долго. ну просто потому что я пытаюсь там вот делать всевозможные разбиения и смотреть вот эти части удовлетворяют ли каким-то частям языка. Давайте запустим. Ну например проверим является ли числом ну какое-нибудь такое число 1 1 1 1 1 точка там 2 2 2 2 2 2 E минус 3 3 3 Некоторая задержка была но довольно быстро выдала выдала true хуже немножко обстоит дело когда какая-нибудь ошибка встречается потому что наш интерпретатор пытается построить всевозможные разбиения в надежде что все-таки где-нибудь когда-нибудь что-нибудь да получится но тут вот никогда ничего не получится запускаю программу вот она думает 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 она должна выдать false вот выдала false но как видите довольно долго думала строя всевозможные разбиения этой самой исходной строки передавая всевозможным частям так что это конечно не очень эффективная программа но любопытная еще один пример давайте теперь немножко поиграем с функциональным представлением графов граф вообще в теории очень часто определяют как ну вот множество вершин и множество пар вершин то есть вот каждая дуга это на самом деле на самом деле пара вершин я хочу определить граф как функцию как как пару из некоторого числа которое задает просто количество вершин графа и функции которая выдает логическое значение принадлежит ли заданная дуга ув этому графу значит я этой функции предъявляю два числа ув это две вершины а она говорит соединяет ли их дуга это вот такое функциональное представление графа ну конечно же есть и более традиционные представления графов например вот тип l-граф представляет собою тоже граф в виде списков смежности это просто список пар где каждому номеру вершины соответствует список смежных с ней вершин тоже такое классическое хорошо известное хорошо известный способ представления графов ну здесь графы не нагруженные только структура представлена значит только дуги и только номера вершин что там в вершинах содержится что на дугах содержится неважно первая задача которую я здесь себе поставлю это преобразование графа из одного представления в другое действительно для разных задач там разное представление графа бывает более удобным ну поэтому вот имеет смысл задача преобразования одного и того же графа из одного представления в другое ну во-первых вот нарисованный на картинке граф можно представить скажем вот такой функцией функциональном представлении значит граф это пара из шестерки 6 это количество вершин и функции которые по паре x y выдает true только в том случае если это пара x y это вот такая это вот пара там 1 4 или 1 5 или 2 6 и так далее ну можно по-разному описывать функции представляющие тот или иной граф вот это такое представление в лоб тот же самый граф в виде списков смежности будет представлен вот таким списком где написано что вершина номер 1 соединена с вершинами 4 и 5 вершина номер 2 соединена только с вершиной 6 вершина 3 с 1 и 5 ну и так далее я буду считать что в этом списке все вершины представлены даже те у кого нету смежных вершин ну например вот последние 6 у нее смежных вершин нет тут вот пустой список причем все они в порядке возрастания номеров первая вершина для нее список потом вторая для нее список потом третья и так далее но вот при таком условии я хочу написать две функции одну которая преобразует граф из спискового представления в функциональное и вторую наоборот вот такие две функции одна convert f to l из функционального в списковое и вторая convert l to f из спискового функционального представления насколько сложный будут эти функции функции преобразование из функционального представления в списковое вот укладывается в одну такую простенькую строчку. Действительно, я строю список из всевозможных И, где И берется из списка от единицы до Н, и каждому И соответствует список из Ж таких, что эти Ж из списка от единицы до Н, но такие, которые удовлетворяют функции функ. Если функция функ от И и Ж выдает истину, то я беру этот Ж в список. То есть просто с помощью фильтрации с помощью вот этой функции функ я и строю список нужный мне. обратное преобразование чуть сложнее, хотя тоже укладывается в одну строчку. Правда, там есть одна функция, которой у нас еще не было, и одна структура данных, которой еще не было. Поэтому я целый следующий слайд посвящу вот этим стандартным структурам данных и функциям, а потом уже предъявлю вам вот эту функцию преобразования в одну строчку. Итак, есть ряд функций, которые работают с ассоциативными списками. Ассоциативный список это список пар, где каждая пара представляет собой ключ и значение. ну это что-то вроде map или там, не знаю, или хэштейбл, не знаю, ну не хэш, конечно, тейбл, просто некоторые таблицы, некоторые отображения, ну представленные просто в виде списка. В таком ассоциативном списке имеет смысл производить ассоциативный поиск, то есть поиск по ключу. Давайте попробуем написать функцию lookup, который осуществляет поиск в ассоциативном списке по ключу. У этой функции есть аргумент ключ и ассоциативный список, список пар, ключ-значение. И выдается найденное значение. Ну вот, если, например, я хочу поискать в этом списке значение, ассоциированное с ключом 2, то я вызываю функцию lookup и получаю вот это вот значение символ B. К сожалению, если вот так написать эту функцию, она работать будет плохо, потому что, да, если в списке найдется нужное значение, то она, конечно, отработает нормально и выдаст все как надо. Но что, если в списке нету значения, связанного с этим ключом? сразу вообще непонятно, а что же выдавать? Какое значение нужно выдавать в этом случае? Нужно что-то вроде null выдавать, какую-то пустую ссылку, но никакого null такого вот нету в языке Haskell. что? Ну вот на самом деле стандартное решение вот какое. Есть такой стандартный тип данных maybe, который предназначен специально для того, чтобы представлять значение и плюс еще пустое значение. Здесь пустое значение называется nothing. Этот тип данных вот имеет два конструктора. Один конструктор nothing, который представляет пустое значение, а второй конструктор just, который представляет само значение а. Само значение типа а. Это очень удобный тип данных вот как раз в том случае, когда когда бывает так, что результата может не быть или может быть пустой результат. И на самом деле функция lookup есть стандартная, но она чуть-чуть по-другому описывается. Это функция, которая действительно берет ключ и берет ассоциативный список, а выдает значение типа maybe b. То есть, если значение в списке найдено, то выдается значение just вот это значение. Если нет, то выдается nothing. Вот если поискать по ключу 2, мы получим значение just b. Если поискать по ключу 5, то поскольку там этого ключа в списке нет, мы получим nothing. Maybe очень часто используется в самых разных ситуациях, но вот здесь первый раз нам это понадобилось. и функция lookup фактически работает таким образом. Если мы ищем уже в пустом списке, значит, ничего не нашли, выдаем nothing. Если не в пустом списке, тогда, если нашли заданный ключ, то выдаем just value, в противном случае продолжаем поиск с помощью рекурсивного вызова. вот эта функция lookup на самом деле очень полезна в нашем случае представления графа, потому что список смежности графа сейчас, это как раз ассоциативный список, где номера вершин ассоциированы со списками, и в нем очень удобно что-нибудь поискать. У вас вопрос? Вы потом посмотрите вот этот самый may be как он написан в библиотеке я сейчас не хочу останавливаться, но конечно же есть функции например есть функция такая from just которая выбирает из just чего-то нужное вам значение ну и она не определена для значения nothing ну и там вот еще есть ряд полезных функций то есть ну можно работать да потому что а не того типа типа не типа may be поэтому к сожалению приходится какой-нибудь конструктор определять когда мы определяем новый тип данных мы определяем новые конструкторы поэтому приходится использовать just к сожалению нельзя написать nothing или а а будет не того типа не типа may be а да ну вот здесь я как раз представил парочку еще таких функций из just и из nothing которые как раз проверяют является ли значение значением nothing или значением из just но они конечно очень просты вот from just как раз превращает значение типа may be а в значение типа а но разумеется только в том случае если это значение действительно является значением построенным с помощью just ну и есть еще функция from may be когда задается некоторое значение по умолчанию и значение may be и если этот may be на самом деле представлен конструктором just то выдается именно то значение которое сидит там под just а если здесь nothing то выдается значение по умолчанию ну вот теперь функцию которая преобразует граф из списков смежности в функциональное представление уже написать очень просто действительно я образую пару первый элемент пары это просто длина моего списка смежности потому что это количество вот этих вот вершин length s а что касается функции то это такая функция которая выдает значение true если y есть в списке смежности для x ну и чтобы это проверить я сначала вызываю lookup в ассоциативном списке s с x она мне выдает нужный мне список смежности но я точно знаю что он есть потому что я эту функцию всегда буду вызывать от тех значений x и y которые в нужном мне диапазоне находятся если это не так нужно немножко по другому написать саму функцию здесь я считаю что результат функции lookup это обязательно just что-нибудь так что я могу написать let just z и вот этот lookup так что z это тот самый список смежности я здесь не стал использовать front just а просто использовал сопоставление с образцом это часто даже более удобно чем использование функций вот значит z это сам список смежности но я проверяю является ли y элементом этого списка функция lm стандартная проверяет является ли y элементом списка z ну вот функция выдает true в том случае если является так что вот такая тоже получилась очень несложная функция ну что касается представления графа в виде списков то с ним работать ну в общем как с обычными списками чего там немножко интереснее получаются функции которые работают с графом представленным функционально представленным в виде функции вот этой я хочу написать функцию которая обходит граф ширину ну точнее получает множество вершин достижимых из заданной граф я представляю в функциональном виде так как я вот его представлял на прошлом слайде но еще мне понадобится множество представление множество тоже функциональное представление я хочу написать функцию которая выдает мне множество вершин достижимых из заданной в данном графе И для этого я буду использовать алгоритм обхода графа в ширину волной, то есть постепенно наращивая множество достижимых вершин, пуская волну из заданной точки, из заданной вершины. Известный алгоритм. Ну, сначала я напишу несколько функций обработки множеств, знакомых вам, просто еще раз вот их описываю. Функции, которые представляют пустое множество, empty, функции, которые представляют объединение и разность множеств, я их здесь обозначаю вот такими значками. Я бы взял минус, 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 но это будет комментарий, поэтому не получится. Поэтому минус равно минус. Вот, это функции объединения множеств и разности множеств. Ну, еще мне потребуются функции, которые преобразуют множество в список, потому что все-таки мне придется результат-то как-то показывать, выводить. Я в основном буду работать с функциями, но результат-то полученный мне все равно придется вывести. Поэтому вот еще функция лист, которая преобразует множество s в список. Ну, я правда заведомо знаю, что мое множество ограниченное. Это множество чисел от единицы до n. Поэтому я просто фильтрую список от единицы до n вот этой функции s. И получаю тем самым список тех элементов, которые принадлежат множеству s. Соответственно, функция проверки того, что множество пусто, в общем случае ее тоже очень сложно написать, невозможно написать. Потому что если я хочу проверить, что множество пустое, я должен предъявить каждый элемент возможный этому множеству и убедиться в том, что ни один элемент ему не принадлежит. В случае бесконечных или очень больших множеств это плохо. Но если у меня множество не очень большое, то вот такую функцию из empty я могу написать, просто опять же отфильтровав список вот этот вот и проверив, не получится ли у меня пустой список при этом. Ну и еще пара функций, которые задают множество или, соответственно, список вершин смежных с данной. Функция name по заданной вершине и графу выдает множество вершин смежных с данной. Очень простая функция, потому что у меня есть f, которая, собственно говоря, это и делает. f с одним аргументом и как раз и выдает множество тех вершин, таких, что если вот этот аргумент второй задать, g, то функция f выдаст true. Это как раз и есть множество смежных вершин. Так что, как видите, это очень простая операция. Neighbors просто превращает ее в список. Ну и вот теперь уже обход написать сравнительно просто. Функция вот этого traverse осуществляет обход графа, начиная с заданной вершины некоторой i. Задана вершина и граф, в результате получается множество вершин, достижимых из нее. Как работает эта функция? Вот задана вершина и, и вот граф, состоящий из общего количества n и функции f, функциональное представление графа. Я запускаю вспомогательную функцию, которая имеет дополнительные аргументы. Ну, как делается обход в ширину? Строится вот последовательно эта самая волна. У меня первоначально множество вершин в волне пустое. Вот этот вот первый, нет, это вот первый аргумент, это множество пройденных вершин. Тех, которые уже, уже пройдены. Первоначально пустое. Волна у меня состоит пока что из одной единственной вершины i. Вот это множество вершин, состоящие только из одной вершины i. Ну, это действительно множество, потому что это как раз вот сечение. Если ему предъявить некий элемент, то он выдаст истину, только если этот элемент совпадет с i. Так что это множество, состоящее из одной единственной вершины i. И эта функция трав, у которой есть множество пройденных вершин и фронт волны, текущий фронт волны, работает следующим образом. Если фронт уже пустой, то функция выдает пустое множество. Больше проходить нечего. В противном случае я вот этот фронт присоединяю к результату рекурсивного вызова, где образуется новое множество пройденных вершин. Я просто добавляю фронт к множеству пройденных вершин, образуя новое множество пройденных вершин. А дальше мне нужно пройтись по всему фронту волны, по всему вот этому списку, и для каждого элемента этого фронта найти множество смежных с ней вершин. И все объединить. Это можно сделать с помощью вот этой функции FoldR, которая объединяет множество, в качестве базового берет пустое множество. А список получается, если я беру фронт и преобразую его в список, ну вот здесь мне пришлось преобразовать множество в список, потому что со списками есть хорошие функции. Затем я применяю Map ко всем элементам, получая тем самым множество смежных вершин. Дальше все объединяю с помощью FoldR. И еще из получившегося множества вычитаю множество тех вершин, которые уже были раньше пройдены. Ну или которые попали в этот фронт волны. То есть я на самом деле по существу образую только множество из новых вершин, смежных с вершинами из фронта волны. Ну вот, собственно, и все. Это обычный такой алгоритм обхода в ширину. И он нормально работает. Можно проверить, что все это действительно функционирует. Вот мой граф может быть представлен, ну как я уже говорил, по-разному. В данном случае я беру неориентированный граф. В нем, если есть дуга, ведущая из А в Б, то есть и дуга, ведущая из Б в А. Соответственно, функция, которая представляет этот граф, написана таким образом. Во-первых, если А больше Б, то я вызываю ту же самую функцию от БА. Ну, для того, чтобы описывать только дуги, ведущие из вершин с меньшими номерами, в вершины с большими номерами. И затем говорю, что Ф от АВ истина, если пара АВ является элементом вот такого списка. То есть просто перечислил все дуги. Итак, у меня есть вот такой граф. И если я хочу получить список всех вершин, достижимых из единицы, я вызываю функцию Traverse от единицы и этого графа. Ну и затем я получаю множество. Для того, чтобы получить список, я пользуюсь функцией лист. И вот получаю действительно список вершин, достижимых из единицы, включая саму единицу, ну и вершины 3, 4 и 5. Конечно, это тоже, хотя и быстро работающая функция, в общем-то, но довольно сложная. Тут вот сложные операции с функциями. Давайте посмотрим. Вот эта программа у меня есть. Она вся целиком тут вот описана. И есть несколько тестов. Один тест, вот там в начале, это граф ГР, как раз тот, который был представлен на картинке. Функция тест запускает проверку для такого графа. Выдаёт множество вершин, достижимых из единицы. Она работает очень быстро, потому что граф очень маленький. Второй тест, который я хочу построить, я вот строю такой сложный достаточно граф. Для того, чтобы построить сложный граф, я определяю несколько функций. Например, сначала я описываю, как можно соединить две функции, чтобы объединить как бы два графа. Вот функция комбайн строит объединение двух функций f и g. Ну, таким вот очевидным способом. Функция range строит полный подграф на диапазоне вершин от заданного u до v, от a до b, от from до to. Ну, это тоже вот функция, которая просто строит новую функцию, представляющую вот такой полный подграф. Функция, которая описывает одно ребро, edge. Ну, и вот с помощью вот этого множества функций с помощью этого множества функций я могу построить уже довольно большой граф. Вот здесь, например, я строю полные подграфы из вершин от 1 до 10, от 11 до 20, и всего 50 вершин будет. Вот такие клики, такие вот пучки вершин из полных подграфов я соединяю, еще соединяю ребрами. Ну, вот соединяю вершину 10 и 11, чтобы вот эти два пучка соединить. Соединяю вершины 30 и 31, 40 и 41. У меня получаются две компоненты связности. Одна компонента связности из 20 вершин и другая компонента связности из 30 вершин. Ну, и вот теперь хочу определить множество всех вершин, достижимых из 25. Вот этот тест 1 работает с несколько более сложным графом, графом, состоящим из 50 вершин. Ну, давайте посмотрим, как быстро это все работает. Ну, сначала первый тест. Тест. Он, конечно, сразу же выдал вот этот список 1, 3, 4, 5. Ну, а теперь тест с более сложным графом, тест 1. Некоторая задержка была, но, как видите, тоже довольно быстро выдал множество вершин, соединенных с 25. Ну, там просто вершины достаточно близко все расположены друг от друга, поэтому волну не очень долго надо было бы пускать. Можете попробовать построить какие-нибудь более такие разреженные графы, какое-нибудь там велосипедное колесо со спицами, что-нибудь такое, где вершины находятся на более далеких расстояниях друг от друга. Ну, и, наконец, последняя черта языка, которую я хотел рассмотреть, это классы в Хаскелл. Класс в Хаскелл отличается от классов, привычных нам по языкам там, Java или C++. Класс не определяет объекты, он определяет набор операций. В этом смысле класс в Хаскелл скорее похож на интерфейс. Он определяет именно набор операций. И когда я говорю, что тип принадлежит классу, это означает, что есть операции со значениями этого типа, определенные вот в этом классе. Как описываются классы? Задается описание типа функций. Вот здесь, смотрите, класс под названием EQ. Это класс, представляющий такие типы Т, что для них определены операции равно и не равно. Обе эти операции имеют один и тот же тип. Они сравнивают два значения типа Т и выдают логическое значение бул. Если мы хотим объявить, что операции равно и не равно, например, определены для типа бул, мы определяем вот так называемый инстанс или экземпляр класса. На самом деле, фактически мы объявляем, что вот этот бул удовлетворяет заданному интерфейсу. как бы это сказать. Для того, чтобы задать вот этот экземпляр класса инстанс нужно определить, как работают вот эти функции равно и не равно. Поэтому внутри определения инстанс задаются реализации заданных операций, операции, заданных в этом интерфейсе. Ну, в данном случае равно и не равно. Ну, для логических значений это очень просто сделать. На самом деле, можно иногда определить некоторые стандартные реализации прямо в классе. Ну, например, определение операции не равно очень универсальное. Не равно это не равно. Фактически оно годится для любых типов, не только для буль. Так что, по крайней мере, по умолчанию можно было бы вот это определение операции не равно сделать непосредственно в классе. И это действительно можно сделать. Можно внутри класса определять стандартные описания операций, и эти стандартные описания можно уже не описывать в инстансе, в экземпляре класса. Разумеется, в экземпляре, если хотите, можно переопределить стандартное описание. И наоборот, в самом классе вы можете описать и операцию равно, если хотите. Равно это не не равно. Тогда, определяя инстанс, вы можете задать любую из операций, какую вам удобнее, равно или не равно, а вторая будет определена по умолчанию. Поэтому довольно часто при определении классов определяются некоторые стандартные, вот такие задаются стандартные определения для всех операций класса. Ну, или для большого количества. вот как определен инстанс для вот этого класса для списков. Списки можно сравнивать на равенство и неравенство. И на самом деле в программах вы, наверное, это уже делали. Ну, по крайней мере, я в программах много раз видел, есть ли S равно пустому списку. Может быть, вы не задумывались, почему списки можно сравнивать. Так вот, списки действительно можно сравнивать на равенство и неравенство, потому что списки принадлежат классу ЕКУ. И описать это можно так. При условии, что тип Т можно сравнивать на равенство, при этом условии список из Т тоже можно сравнивать на равенство. Списки сравниваются таким образом. Пустые списки совпадают. Если списки не пустые, то должны совпадать первые элементы, и рекурсивно должны совпадать хвосты. Во всех остальных случаях false. Ну, такое вот очевидное определение равенства для списков. деревьев. Если вы сами определили какой-то тип данных, например, дерево, то, разумеется, вы тоже можете объявить, что ваш тип данных тоже принадлежит какому-нибудь классу, ну, скажем, вот тому же ЕКУ. То есть определить операцию сравнения для деревьев. Например, вот таким образом. Два двоичных дерева равны, в том случае, если они оба пустые, а если оба они не пустые, то тогда должны совпадать корни и рекурсивно быть равны левые поддеревья и правые поддеревья. Здесь, смотрите, вот это первая операция равенства, это сравнение корней. Ее можно выполнить потому, что дерево можно сравнивать только если содержащиеся в нем элементы принадлежат классу ЕКУ. Можно сравнивать. это задано в определении инстанса. А вот эти вот вторые операции равенства это уже рекурсивный вызов для поддеревьев. Во всех остальных случаях false. Естественное определение равенства. Можно, конечно, определить и как-нибудь по-другому. Например, если я хочу определить, что два дерева совпадают, если они совпадают с точностью до порядка поддеревьев, то есть, как бы считать, что левое и правое поддеревья взаимозаменяемые, то я могу определить операцию равенства, скажем, вот таким образом. То есть, я сравниваю корни, корни должны быть равны, и либо левое поддерево равно левому поддереву, а правое поддерево равно правому поддереву, либо наоборот, левое поддерево одного равно правому поддереву другому, и правое поддерево равно левому поддереву другому. Тоже вполне легальное определение равенства. Правда, немножко нестандартное. Первое определение более стандартное. На самом деле, фактически, для любого типа данных можно определить равенство вот таким стандартным образом. То есть, совпадают конструкторы и совпадают все составляющие части. Фактически, если вы хотите задать вот такое стандартное определение, вам даже нет нужды это определение выписывать. Есть специальное слово, я про него чуть позже скажу, deriving. Вы можете просто при определении типа написать deriving EQ, и стандартное определение равенства будет определено для вашего нового типа данных. Ну вот, если у вас есть два такие дерева, то они будут разными с точки зрения первого определения и равными с точки зрения второго определения. Разумеется, только какое-то одно определение вы должны дать. Либо такой инстанс, либо сякой инстанс. Еще один класс интересный, который мне хочется представить, это класс шоу. Это класс тех объектов, которые представляются в текстовом виде, в виде строки. Тип Т принадлежит классу шоу, если для него определена функция шоу, которая по заданному Т выдает строковое представление объекта этого типа. на самом деле в этом классе определено две операции шоу и еще такая операция шоу спрек в ней задается вот в этой шоу спрек задается еще некое целое число, которое определяет на самом деле приоритет операции. я не хочу сейчас вдаваться в подробности там неважно чаще всего этот аргумент просто игнорируется. Она интересна тем, что у нее два аргумента ну помимо вот этого вот этого приоритета этого присиденс помимо этого приоритета здесь два аргумента сам объект типа Т и еще одна строка. на самом деле вот это шоу спрек определяется через шоу следующим образом. То есть шоу в соединяется со строкой с. На самом деле в разных ситуациях удобнее определять либо шоу либо шоу спрек. И как ни странно чаще всего удобнее даже определять шоу спрек. Получается более эффективное определение чем если писать шоу. Но шоу и шоу спрек друг через друга определяются и вот они в классе шоу таким вот образом определены друг через друга. Если ваш тип принадлежит классу шоу то значение этого типа можно преобразовывать строку и можно выводить на экран потому потому что при выводе на экран как раз используется функция шоу. Вот если вы например хотите деревья выводить на экран вы должны определить инстанс типа 3 от t ну разумеется при условии что сам элемент этого дерева можно вывести можно превратить в строку сам принадлежит классу шоу вот здесь как раз определяется функция шоу спрек значит если дерево пустое empty то функция ничего не делает id это тождественная функция то есть она строку преобразует в себя ничего к ней не добавляя функция шоу спрек описывает что добавляется к строке так вот в случае если дерево пустое ничего не добавляется если дерево не пустое тогда на самом деле добавляется много чего к строке добавляются две скобки открывающие и закрывающие а между ними правое поддерево левое поддерево и серединка шоуз это на самом деле шоуз спрек с первым параметром ноль это есть такая стандартная функция в библиотеке шоуз которая просто вызывает шоуз спрек с первым аргументом ноль это как раз вот случай когда мы просто игнорируем этот первый аргумент вместо шоуз спрек вызываем шоуз вот если все вот это соединить с помощью композиции то как раз и получится то что мы хотим то есть если у нас есть дерево и некоторая строка то мы к этой строке сначала дописываем закрывающую скобку потом дописываем к результату представление правого поддерева потом дописываем представление корня потом левого поддерева и потом открывающую скобку это позволяет довольно эффективно описать функцию в виде дописывания если бы мы описывали функцию шоу то у нас получилась бы рекурсивная функция довольно малоэффективная ну вот если такая функция шоу определена то во первых вы ее можете вызывать явно написав например шоу т2 и вот дерево превращается в строку и эта строка выводится в виде строки но на самом деле если вы просто напишите т2 то фактически вызывается функция шоу и та строка которая получается вот она сама уже без всяких кавычек и выводится поэтому если вы хотите представлять на экране значение своих каких-то типов данных то вот достаточно определить для них вот это вот эту функцию шоу как она работает впрочем тоже есть и стандартный способ реализации функции шоу стандартный способ просто выводит имена всех конструкторов и соответственно всех составляющих частей для дерева это наверное будет не очень красиво потому что вместо красивой скобочной структуры вы получите название там ноут там что-то еще со скобками довольно такое неуклюже получится представление но тоже если хотите можно использовать если напишите деревень шоу так боюсь что наверное у меня уже время мое стекло о нет еще немножко не стекло можно опрос что что да значит если есть пустое дерево то ничего не делаем айди это просто тождественная функция которая преобразует аргумент в себя здесь это означает что если еще один аргумент строку задать то в результате функция ид ничего с ним не сделает это каринг опять же функция шоу спрек вообще-то говоря с тремя аргументами целое число дерева и строка но я эту строку опускаю я мог бы ее написать тут с и соответственно ид с ид от с это просто само с ну я здесь убрал аргумент написавший ид расширение классов на самом деле если мы напишем класс с вот таким вот условием то есть класс орд от т при условии что т уже принадлежит классу еку то по существу это расширение класса ну или расширение интерфейса если говорить в терминологии джава то есть я предполагаю что т уже принадлежит классу еку и при условии что он принадлежит классу еку говорю что в этом случае он принадлежит еще и классу орд а класс орд это тоже стандартный класс который содержит все операции сравнения меньше меньше ли равно больше и больше ли равно соответственно если тип принадлежит классу орд то над ним можно выполнять вот эти вот операции сравнения меньше-меньше-равно и так далее. Разумеется, опять же, в классе все они друг через друга определены. Ну, я не уверен, что именно таким способом, но что-то в этом роде. Это позволяет вам для самого класса определить только лишь какую-нибудь одну или две операции сравнения. Например, для дерева я могу определить, что деревья можно сравнивать по величине меньше-больше при условии, что элементы, из которых дерево состоит, сами можно сравнивать на меньше-больше. Вот здесь представлена некоторая реализация, не очень хорошая. Значит, смотрите. Я говорю, что пустое дерево меньше или равно любого, пустого или не пустого. Дальше. Если у меня есть два не пустых дерева, то первое меньше или равно второго, есть первое левое под дерево меньше или равно второго, и при этом корень меньше или равен этого корня, и при этом правое под дерево меньше или равно второго. Ну, дальше я еще определил, что такое меньше. Меньше – это меньше или равно, и при этом не равны. Это как раз естественное определение. А вот чем плохо определение операции «меньше или равно»? Скажите, пожалуйста. Ну, операции определены хорошо тогда, когда для них естественные свойства выполняются. Например, если мы говорим об операциях «меньше или больше», то мы должны обеспечить там рефлексивность, симметричность, транзитивность. Выполнена ли здесь, скажем, транзитивность? Верно ли, что если одно дерево меньше или равно другому, а другое меньше или равно третьему, то первое меньше или равно третьему? Выполнено. Поэтому здесь для операции «меньше или равно» – это справедливо. К сожалению, несправедливо другое. Если верно, что одно дерево меньше или равно другому, то это еще не означает, что другое дерево больше или равно вот этому первому. Здесь вот это определение, оно такое вот слишком жесткое. Я говорю, что одно дерево меньше или равно другому, если и левое под дерево меньше или равно, и корень меньше или равен, и правое под дерево меньше или равно. Это плохое определение. На самом деле сравнивать нужно совершенно по-другому. Есть же ведь стандартный способ сравнения сложных структур данных, и вы, наверное, про него прекрасно знаете. Это сравнение в лексикографическом порядке. Когда сложная структура разбивается на части, а дальше идет сравнение слева направо. И до тех пор, пока значения совпадают, мы продолжаем сравнение. Как только какие-то части не совпадают, так результат сравнения дает нам результат для сравнения всей структуры. Это называется лексикографическим упорядочением. И вот это стандартный способ упорядочения. Здесь у нас упорядочение не лексикографическое, и вот оно плохое. Ну, я думаю, вы можете определить лексикографический порядок без труда. Такое небольшое-небольшое упражнение. Ну вот, если вы после определения типа пишете слово deriving, то дальше в скобках можно определить стандартные классы, для которых подразумевается стандартная реализация для данного типа. В частности, EQ – это стандартная реализация операции равенства, когда совпадают все части. ORD – это стандартная реализация всех операций сравнения, а именно лексикографическое упорядочение. Ну, то есть, действительно, поскольку Empty – первый конструктор, а Node – второй, то пустое дерево будет меньше любого непустого, а при сравнении двух непустых деревьев будут последовательно сравниваться части этих непустых деревьев. Ну и, наконец, SHOW – тоже есть стандартная реализация преобразования в строку, когда просто выводятся имена всех конструкторов и все составляющие части. Ну вот, если воспользоваться стандартными этими операциями, то дерево T1 окажется меньше, чем дерево T2, меньше потому, что оба дерева не пустые, но вот это дерево с двойкой меньше, чем вот это дерево, а меньше потому, что у него пустое левое поддерево, а у этого не пустое левое поддерево. И поскольку пустое меньше, чем не пустое, то сразу же уже получается результат. Первое меньше, чем второе. Они, естественно, не равны. А если мы будем выводить дерево Т1, то стандартный способ превращения дерева в строку будет вот такой. Представление в виде конструкторов. На этом все.